МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Мы на сцене учебного театра на Моховой и у нас в гостях человек, который называет себя последним советским поэтом. Его мечтали снимать великие режиссеры. Ему поклонялись и его проклинали. Его выступления собирали многотысячные аудитории и одновременно на него строчили доносы в компетентные органы. Он защищал диссидентов и получал правительственные награды. Встречайте, у нас в гостях поэт, который для нас всех больше, чем поэт. Евгений Евтушенко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте по традиции посмотрим сначала на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вузы страшные и с уважением глядит милиция и на меитовца, и на меитовца. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мы ее снимали в разных вузах. Мы снимали в основном в технических вузах, потому что это тогда вот российские инженеры, они, понимаете, были лучшими читателями тогда. Это тогда было немыслимо представить, что могут быть интеллигенты, которые не читают поэзии, не читают стихи. Устраивали вечера поэзии везде. И у Ландау в его институте, и у Капицы. Всюду, куда было трудно войти без пропуска идеологическим комиссарам. Между прочим, парадокс заключался того времени, что в самых секретных учреждениях и научно-исследовательских институтах, где были ксероксы, а ксероксы тогда, в те далекие времена, находились только за обитыми свинцом дверьми по специальной инструкции. И в них никто не мог войти в эти священные комнаты. Но в них все равно печатались сам издатовские произведения. И расходились очень большими тиражами. И вот эту атмосферу Хуциев показал вообще. Атмосферу ожидания. Литература тогда говорила о тех ожиданиях, которые накопились накопились внутри народа, внутри молодых людей. Они были сами были ожиданиями времени и притягивали как магнит нас на эстрады, чтобы говорить с ними, и вытягивали из нас все лучшее, что у нас было. Мы им это отдавали, а они отдавали все лучшее, что было у них. Тогда не было дистанции никакой между читателем и писателем. Это то, что сделали 60-ти. Скажите, вот ребятам, которые здесь сидят совсем юным, скажите, что это был за дух все-таки в двух словах? Что вас тогда так сцементировало? Знаете, это очень хорошо высказало, высказало даже не мною. Лучше всех об этом сказал Оренбург. И он сказал, что 60-ти разбойники напоминали ему людей, которые шли совершенно по разным дорогам и на одном и том же перекрестке их схватили разбойники и привязали к одному и тому же дереву. Вот это очень точно. Потому что нас объединили наши враги нашего поколения. Можно ли назвать это неким таким творческим союзом, братством, каким пронизанным лицейским духом, как говорил Юлий Ким? Вы знаете что, ну вот многие помнят то, чего не сделали шестидесятники. Хотя нельзя сказать, что наше поколение обещало, так сказать, вообще переделать весь... Мы хотели переделать весь мир и всю нашу страну, и весь мир, так, как нам было по душе. Я же писал еще то, через два года после смерти Сталина, когда я написал стихи Границы, они вызвали дикий скандал. Границы мне мешают, мне... Я разный, я натруженный, праздный, я цели и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый. Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка, хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить, хотя бы на ломаном, мальчишкой на автобусе повисшим, хочу проехать утренним Парижем. Боже, что тут творилось, когда я приехал тогда именно в Ленинград, после этих стихов. Но просто как это возмущало, мне, значит, поэт, один поэт сказал, пустите Дуньку по Европе, пусть она опозорится. А Соловхин, Соловхин, который впоследствии стал, тогда он был ортодоксальным коммунистом, он тогда, я сказал, а что, сначала то молодому поэту, прежде чем по заграницам тошляться, нужно овладеть марксистской теорией, хотя бы озазами. И так далее. А я тогда сказал сам себе, когда я на себе почувствовал, как оскорбительно для людей бывает, когда какие-то выездные комиссии, которые состояли из бывших КГБшников, хотя таких нет бывших, вот, и из пенсионеров партийных, когда они решали выпускать или не выпускать наших граждан за границу, я себе дал слово, что я должен что-то сделать сам, как поэт. И когда я стал депутатом парламента, вот это вы не знаете, я был единственным депутатом парламента, который в своем, про своей программе написал, написал то, что это не должны быть уничтожены, эти выездные комиссии, унижающие достоинства советского человека. И как Катон, который говорил, что Карфаген должен разрушить, я пока по любому поводу выступаю, я вставлял и требовал закрытия этих унизительных комиссий. Теперь вы можете заплатить там какие-то там деньги и поехать куда угодно. Евгений Александрович, за то, что вы имеете право поехать куда угодно, и у вас никто не украл мир, остальное человечество. Вот уже за это вы должны быть благодарны шестидесятникам. Евгений Александрович, возвращаясь в эти годы, скажите, откуда у вас такой актерский темперамент, такой, простите за такое слово, может быть, неподходящее, такой эстрадный дар. Были ли помощники, режиссеры? Или это... Какие... Вы знаете, режиссером была война Великой Отечественной. Меня отправила, когда мама к бабушкам из Москвы, осажденной немцами, в вагоне в эвакуацию. Я добирался 4,5 месяца, мне было 9 лет. И когда у меня кончились все деньги, я просто пел на перронах вагонные песни. Я привык к этому. Когда я был на станции «Зима», я очень хорошо плясал тогда. И я выступал на свадьбу во время коллективных свадеб, уезжающие на следующий день, иногда прямо за свадьбы, перед солдатами и так далее. Я привык для людей что-то делать. Скажите мне, пожалуйста, вы всегда, судя по фотографиям, и до сих пор по сегодняшний день вы одеваетесь элегантно, броско, ярко и изысканно. Я пытаюсь соответствовать, но так у меня это вяло получилось. Скажите, откуда этот стиль? Вы знаете что? Ну что, ну я вырос просто среди... среди шинельного серого сукна, среди хаки, среди черных ватников заключенных. У нас рядом были всегда заключенные, работали и так далее. И поэтому я так влюбился, когда я попал первый раз на Кубу. В первый раз я увидел молодого очаровательного лидера, который говорил без всякой бумажки. И первый раз у меня обрушило столько красок всего мира. И я просто их полюбил. Я как-то сам добираю эту радужность мира, которую мне было... моему, детям моего поколения было не по силу почувствовать. Это ваше первое стихотворение. Я проснулся утром рано и подумал, кем мне быть. Захотелось стать пиратом, грабить корабли. Опасный, опасный мальчик. Опасный мальчик. Трудно было маме с вами. Учились вы хорошо? Плохо. Потому что, когда мне было скучно, я не выносил. Я больше... Я вообще считаю, что скука это мать фашизма. У меня не очень много фантазий. Хотя... 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 Однажды мне Володя Соколов, прекрасный поэт, он мне сказал однажды такую фразу. Женя, у тебя такая фантазия, что ты можешь обходиться даже без женщины. Но это неправда. А вы мне не дадите прочесть стихи о женщинах? О женщинах? Ну, как же вам, возможно, не дать прочитать стихи? Было бы нелепо, по-моему. Ну, дадите или нет? Ну, конечно, да. Можно, да? Это совсем новые стихи. Вот я тоже их сейчас написал. Учить, что все поэты считают, что самые лучшие их стихи это последние всегда. Это все. Это общая ошибка поэт. Шепот на кухне. Проснулся я ночью, во сне накатилось гнетущее что-то, А рядом со мной Любимая женщина Не находилась, Ушла навсегда, И я сам был виной. Сначала глазами Искал я повсюду, Побрел босиком, Лишь бы вновь не в кровать. И вдруг я услышал По звону, по стуку На кухне Любимая мыла посуду, Ее протирала И мыла опять. Паркет обжигал Мои ноги, как угли, И было страшнее Мне пытки любой, Когда ее шепот Услышал на кухне Со мною невидимым И собой. Шептала она, Что все время Я занят И не замечаю Ее и детей, Что буквы Прыгают Перед глазами И то, Что волосы Все седей. Свою улетевшую Маму Просила Со мной Не ссориться Ради Христа, Ведь я поступаю Порой некрасиво, Но вот душа У меня чиста. Она шептала На ухо Ложкам, Тарелкам, Блюдечкам, Чашкам, Ножам, Что сыну Сгрубило, Да вышла Опложка. Ах, сын Разобиделся И убежал, Любя чистоту Не в пример Всем грязнулям, И все Отскребая Почти что во сне, Она исповедовалась Кастрюлям И сковородком, И снова мне, А я стоял Охваченный Шоком, Не в силах Теперь забыть Ничего. И то ли Додумывал Ее шепот, А то ли Действительно Слышал Его, Потом Присела Совсем Обессилев, Заснув, Как сраженная Наповал, И кроткий Ветер Невидимых Крыльев Слова Молитвы Сгубь Ей Сдувал. Стоял Я Виновно Остолбенело Среди Бессонницы И лесна И тоненько Что-то Внутри Звенело И только Не знаю Какая Струна Давайте Все вместе Посмотрим На экран Со Мною Вот Что Происходит Совсем Не Так Ко Мне Приходит Мне Руки На Плечи Кладет И У Другой Меня Крадет А Той Скажите Бога Ради Кому На Плечи Руки Класть Та У Которой Я Украден В Отместку Тоже Станет Красть Не Сразу Этим Ж Ответит А Будет Жить С С С С Борьбе И Не Осознанно Наметит Кого-то Дальнего Себе Спасибо Меня Потрясает Меня Потрясает В этом Стихотворении Одно Удивительное Его Свойство Влюбленные Думают Что-то Любви Диссиденты Думают Что-то Про Них Военные Думают Что-то Про Них И Каждый Воспринимает Это На Свой Счет Расскажите Как Это Стихотворение Родилось И о Его Жизни Потому Что Оно Давно Написано Ну 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 Мы Просто Я Любила Вы Догадайтесь Кому Оно Посвящено У меня Посвящение Я не Меняю Никогда В стихах Вот Оно Посвящено Белой Ахмадульной Мы Ну Нашу Жизнь Мы Очень Любили Друг Друг Я Думаю Что Любим Я Вообще Не Представляю Вы Знаете Я Вообще Я Я Не Умею Разлюбливать Понимаете Я Не Разлюбил Ни Одной Женщины Которую Я Любил Я Серьезно Не Вы Знаете Что Сейчас Вот Когда Я Бываю Сейчас В Бывших Республиках Советского Союза Где Наши Многие Соотечественники Они Оказались Ну Как-то Они По-другому Себя Конечно Чувствуют Понимаете Вот Они Просят Все Читать Это Стихотворение Но Они Я Чувствую Что Они Подкладывают Больше Просто Чем Любовь Потому Что Для Них Это Расставание С Родиной Своей Вы Знаете Почему Это Стихотворение Было Так Популярно Его Знали Все Молодые Немцы Потому Что Они Это Перекладывали На Расставание С другой Германией Берлинскую Стену Это Тоже Был Символ Разделения Искусственных Людей Которые Вообще Ни в чем Не были Виноваты Молодые Люди В том Что Был Гитлер Так же Как Наше Молодое Поколение Не Виновата В том Что Был Сталин Но Я Хочу Сказать Молодому Поколению Вот Что Вот Когда Я Слышу От Некоторых Молодых Людей Спрашиваю А Вы Читали Архипелаг ГУЛАГ Он Год Ну Евгений Александрович Это Проблема Вашего Поколения К нам Это Не Имеет Никакого Отношения Мы Еще Тогда Не Родились И Вообще Зачем Все Это Должны Переживать И Так Далее Я Сказал Если Вы Не Будете Знать Эту Книгу Все Может Повториться Есть Вещи Которые Обязательны Для Знания Существует Понятие Национальной Вины Вот Вы Знаете Вот Был Папа Войтела Поэт Польский Он Поэт Он Тоже Неплохой Так Вот Что Сделал Папа Войтела Он Попросил Прощения Ощущая Как Свою Личную Вину И Вину Религии Его За Костры Инквизиции За Тех Католиков Которые Предавали Евреев В руки Гестаповцев Он За Все Это Попросил Прощения Вот Что Он До Какой Высоты Поднялся Перед Смертью И И Поэтому Все Мы Должны Понять Мы Не Должны Мы Должны Понимать Одну Вещь Что Нельзя Сейчас Быть Патриотом Собственного Только Народа Вы Будете Патриотом Своего Народа Хорошими Только Тогда Когда Вы Еще Будете Патриотом Человечества Вместе С Без Любви К своей Родине Вы Не Сможете Любить Человечество Мне Было Стыдно Слушать Когда Были Взрывы Два Года Или Три Года Назад Метро Террористический Взрыв В Лондоне И Как Звонили На радиостанцию Наши Уважаемые Соотечественники И Главным Образом Они Не выражали Сочувствие Этим Погибшим Невинным Совершенно Людям Те Которые Были Дети Старики Учители Актеры И так Далее И Они Злорадствовали И говорили Так им И надо Это было Страшно Просто Я написал Об этом Стихи Так им И надо Называется Истворение Снова От крови На рельсах Макро Мир Как Открытая Рана Станции Лондонского Метро Родственницы Беслана Рельсы На станции Детство Зима С бабочками Узорными Странно Что в мире Сходящем С ума Вы еще Кем-то Не взорваны Каждый Автобус Вагон Магазин Завтра Быть может Могильники Где По хозяевам Из руин Плачут Щенками Мобильники Наша планета Всемирный Перрон Вместе С детьми Грудными Господи Хоть бы Треклятый Террор Сделал Всех Сразу Родными Зависть Не прячется По углам Бедам Чужим Она рада Лишь бы Им плохо Пусть Хуже нам Так им И надо Так им И надо Мне Этой Радости Мерзкой Природа Памятна С Тридцать Седьмого Года В душах Гулаговских Пил Вжиг Да Вжиг Страхом Мы все Облучились И ненавидеть Злорадно Чужих Мы На своих Обучились И не накажут Ли муками Ада Нас За постыдное Так им И надо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чем для вас Памятны студенческие годы И что это И за что вас выгнали Из литературного Я выступил Был напечатан Хороший роман Владимира Дуденцева Не хлебом и дима Это был первый Перестроечный роман До перестройки Замечательная книга Сыгравшая огромную роль В пробуждении Нашего народа И на него напали Стали над ним Издеваться Его Детская писательца Прилижаева Кричала Я был на этом собрании И выступал Там она кричала Ведь если американцы придут Ведь они же всех нас повесят Кроме Дуденцева А я Как Опытный Маугли Социалистических джунглей Вышел И спросил ее Мария Павловна А почему Собственно Думаете о том Что американцы Придут Вы что не верите В непобедимую силу Красной армии Вы знаете Вы знаете Что мне потом Стало жалко Я больше Таким методом Не как Вы не представляете Себе Что с ней Произошло Это сталинский подход К теме Конечно Это страшно Просто было Я больше Никогда Этого не делал Никогда В жизни Она стала бегать Она тряслась У нее слезы Катились Она писала Какие-то Объяснительные записки Что она верит Нашу непобедимую Саша Красная Боже А вас исключили За эту историю Понятно Но успели Поучиться Немножко Сколько лет Вы были Ой Это были Хорошие годы Расскажите Потому что Студентам Это очень Любопытно Во-первых Это было здорово Знаете Чем Вот у нас Вот как мы Знакомились Например Вот мы Все будущие 60-ти Вот стоял Робик Раздественский Там я его не знал Проходил Такой баскетбольный Такой парень И он считал Это сталинское время Было Я поступил Принят Тогда В 52-м Году Во время Кстати Дело врачей Как раз Но было в разгаре Вот Это тоже была Педагогика Своего рода Историческая Так вот И значит Совершенно спокойно Он читает мне стихи Стоя на лестнице Проверка На вшивость шла Вот То есть На знание поэзии Мы проверяли Друг друга Знанием Запрещенных стихов Представьте себе Вот когда я вижу Ни черта Ни читающих Серьезную литературу Молодых людей Я вспоминаю Как мы Рискуя Жизнью Мы читали Тогда стихи Арестованных Поэтов Мы доставали Их Перепечатывали Правда Или неправда И мы этого Не боялись Они Они которые Могут Прочесть Все что угодно Все лучшие книги На свете Когда я прохожу По университетским читальням Иногда Вот по лабам Особенно По лабораториям То я Заглядываю иногда Через плечо То что я там вижу Игры для Десятилетних Детей Я был в пединституте Там был человек 800 Прелестных девчонок С каждой из которых Можно поехать На Карибские острова Или на Байкал Куда угодно Но Вы видите что Я когда спросил Их Спрашивать начал Кого они знают Из писателей Они вообще Совершенно просто Чистые листы Ни одна Душа из них Не знала Кто такой Габриэль Гарсия Маркес Я был потрясен Я был убит Но это вас Как мужчину Не охладило к ним Или совсем отвратило Расстроен Они были бы еще К России Я хочу задать Один серьезный вопрос Если вы перепечатывали Переписывали И проверяли Друг друга На знания Запрещенной литературы Откуда тогда В печати Появилось Ваше стихотворение Которое было Посвящено Сталину В таком Пиететном смысле Ну так это же Было до института Это было до института Потом А когда вам Открылась Правда Про нашу историю Ну она постепенно Открывалась Потом Это было Это было с борьбой Потому что Как вам сказать Ведь была же война Все-таки Сталин был главнокомандующий Красной Армии Правда Или нет Ну это же правда Это я понимаю У нас боролась Я например Я черезно говорю Когда Слушайте Вот Сейчас все Притворяются Что они все Всегда понимали А вот Андрей Дмитриевич Не побоялся Сахара в своих Мемуарах Сказать что Когда умер Сталин Он плакал Вот Конечно Была Какая-то Гипнотическая Сила У него И его Потом Люди Не понимали Масштаба Потому что Не выпускали Из лагерей Еще Не приходили Не возвращались Их Специальные Не выпускали И давали им Большие Срока Давайте Все вместе Посмотрим На экран Если бы Всю энергию Все средства Которые люди Тратят На войны Водку И прочие Нелепости Они потратили бы На главное Они бы давно Жили В счастье В мире Уже давно Преодолели бы Нищету Невежество Земной гнет Слепые Если бы Все мы Рабы Сегодняшнего Рабы Суеты Рабы Погони За мним Благополучием За маленькими Удовольствиями Думали бы О главном А только О нем Стоит думать Только Оно Стоит Нашего Волнения И страсти Мы уже Давно Вырвались В небо А там Начало Новой Жизни Человека Изменив Мир Человек Изменится И сам Люди Будут Говорить На языке Добра Мира И места Хватит Всем Ведь Космос Бесконечен Бесконечен Скажите Мне как артисту Интересно Есть такая возможность Сегодня об этом узнать Как вам работалось Я так понимаю Что актерского образования У вас нет Я вам скажу Одну вещь Ведь Вот например Когда Рязанов Меня пригласил На роль Сирануда Бержерака В общем-то Это Я абсолютно был уверен Что я прекрасно Сыграю эту роль Простите меня за самонадеянность Но Все получилось По-другому Потому что Чтение стихов И Взаимодействие С другими актерами Это разная Штука Совсем разная Да, это правда И вот Когда у меня была Партнерша Роксан На роль Роксаны Тогда Была утверждена Уже Люда Савельева И знаете Она Мы репетировали В небольшой комнате И она так Взяла мою руку И начала нежно Поглаживать То хотя это со мной Случалось В жизни Уже Да То я Почему-то Залился краской Дико покраснел Знаете Вот Я и зажался Просто Совершенно И в общем Рязанов поскучнел Как-то Кислое выражение У него лица было Он говорит Ну ладно Давай все-таки Попробуем Так он мне сказал Все-таки Я это все-таки Хорошо помню И вы знаете Что Вот Когда Сыпались Некоторые Драматические актеры Они сыплются При На съемках То со мной Произошло Обратное Когда Включились Когда я Оказался В форме Готовый К этому И включили Пятера И так далее Я почувствовал Что было сказано Священное слово Съемка Я почувствовал Себя Совершенно Свободным Совершенно Свободным Вот И И он Не останавливал В общем Они Сплошные Сняли На пробу Они сняли Сплошные 25 минут Это очень много Для одного Куска Это безумно Очень много И Вот И поставили Его на худсовет И хотя На худсовете Были даже Просто люди Которые изначально Просто были Против того Чтобы меня Даже пробовали Вот А у нас были Соперники Были самые Серьезные Иннокентий Смоктуновский Юрский А Высоцкий Не пробовался Да Пробовался Высоцкий Андрей Миронов Олег Ефремов Вот какие У меня были Советы Я получил Все голоса Худсовет И Тут Произошло Все По-другому Сказали Что Я человек Который Не понял Всей Прекрасности Которые Выполняли Наши танки Историческую Миссию В Праге Написал Это было Ваше стихи По поводу Вторжения танков Я написал Я написал Тогда стихи И так далее И написал Поддержку Правительству Дубчику И нашему правительству Как гражданину Этой страны О том что Совершена Трагическая Ошибка Которая Ставит Под Угрозу Вообще Идею Социализма В Европе Это Вы сейчас Очень мягко говорите В стихах написано Пожестче Там написано Что гусеницы Проехали По правде Что еще Сделали Вот сейчас Я могу Показать Вам Предположим Эти 20 С лишним Минут Взломали Монтажную И смыли Химикалиями Вот эти 25 минут Чтоб не осталось Даже следа От этой Проб Вот это было Гнусно Уже просто У меня тогда Есть один вопрос Что Я еще потерял Одну роль Когда Пазолини Пригласил Меня на роль Иисуса Христа Он меня пригласил Вообще без проб Он увидел У меня читающего Стихи В Москве На фестивале И у него Родилась идея Сделать фильм Об Иисусе Христе Предложение было Честно говоря Совершенно Знаете Я Не мог В себя прийти Неожиданно От этого Ну а это Почему не состоялось Мне не дали Выезда Феллини Антониони Карло Лицани Все выдающиеся Кинематографисты Которые Кстати Все были Очень близки Коммунистической Партии Италии Они все Написали Коллективное Письмо Хрущеву Что они Гарантируют Что эта Картина Будет Сделана В марксистском Духе Не помогло И это Хрущев Почему-то Это воспринял Как какую-то Злую Шутку Евгений Александрович У меня есть Тут только один Вопрос Пускай он вам Не покажется Каким-то Язвительным Мне кажется Что для советской власти Слишком мягкое Для вас Наказание было Ну Лишить вас Двух ролей Хотя и гениальных ролей Почему же Просто вас не раздавили Как коробку пустую И все Ну вы сейчас Хорошо Что мне не спрашивали Такой вопрос А можете ли вы себя Считать честным человеком Если при советской власти Не сидели ни разу Я вас попросил Не думайте обо мне Как о каверзном Журналюге Поймите Это надо понимать Когда меня напали Напали на меня За мою Абсолютно Идеалистическую Автобиографию Напали И уничтожали Просто меня Уничтожали Все газеты Навалились И так далее Понимаете Я вам скажу Одну вещь Что Народ наш Проявил Себя по отношению Ко мне так Что меня просто Боялись тронуть Вот и все Да может им в голову Тоже не приходило Вы понимаете Это очень сложно Давайте мы посмотрим На экран Я люблю Евгения Не только за стихи Но он мне нравится По-человечески Он невероятно Щедр Он широкий человек Понимаете Это сразу видно И это Очень привлекательная черта Он независтник Он порядочный человек И в Тушенке Удалось сказать Очень важные вещи Между прочим Он Один из первых Вернул стране Ее подлинное имя Если будет Россия Значит буду и я Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете Что сейчас мне не хватает Не хватает Теплоты Во взаимоотношениях Государства и народа Но не хватает Теплоты К сожалению И в личных Взаимоотношениях Как-то вот что-то Мы как-то Немножко Начинаем Обосабливаться Друг от друга Мне не достает Какого-то Вот просто Я чувствую Так кожей Мне не достает Тепла Во взаимоотношениях С людьми Куда это ушло Куда это делось Что ребята молодые Хуже чем мы Лучше Или они другие Мне кажется Что для нашей страны Сейчас Очень важно Во-первых Для такой страны Как наша У нас Недостаточно Великих писателей Нам не Вот так В позарез Необходимы Новые великие писатели Новые великие поэты И сколько их В общем Бродский был Последной Крупной Личностью В поэзии Это было уже Давно И мы просто Заждались Потому что У меня множество Стихов Об ожидании Вот когда придут Эти Но Они Молодые поэты Очень многие Уходят в маргинализм Посмотрите Какая у нас Была война Афганская Сколько там Молодых людей Погибло Уже не нашего поколения Кто писал Об этом Шестидесятники Кто писал О войне О трагической Войне В Чечне Молодые поэты Никто не поднял Голоса За свое поколение Которое погибало Там Вы понимаете Или нет Когда начинаешь Говорить о том Что вы должны Что-то Вот вы должны Там Вот это Почему же Вы не обращаете Внимание То что происходит С вашей страной Я слышу Очень похожий Ответ От многих Людей Совсем молодых Пишущих Евгений Александрович Это все Шестидесятнические идеалы Мы никому Мы никому Мы никому Ничего Не должны Это вы Привыкли Так сказать Так думать А мы Это себя Снимаем Вы понимаете Вот что тут Они берут Немножко Там какую-то Только Грань Пушкинского Стихотворения Пендемонти Для того Чтобы оправдать Своё Гражданское Безучастие В жизни Их страны Уважаемые Телезрители Если вы только что К нам присоединились Я вам сообщаю Что версию нашей программы Вы можете найти На сайте Пятого канала А мы возвращаемся В учебный театр К нашему гостю Евгению Евтушенко Вы нам прочитаете Что-нибудь Как бы Самая эпитафия Чтец Декламатор Бабник Пустобрёх Что не строка То фальшь Подлог Подвох Чтоб сделать Наш народ К нему добрей Он бабьям Яре скрыл Что он Еврей Его стишки Им запросто Руля Начальство Диктовало Из Кремля Чтоб имидж Свой на Западе Спасти Он Танки В Праге Сбить Хотел С пути Он Бродскому Отмстил Хитро С умом Его И ссылки Вызвали В письмом Прикинувшийся Смелым Скользкий Трус Он С Горбачёвым Развалил Союз Он От чеченцев Принял В дар Кинжал В бриллиантах И в Америку И в Америку Сбежал По отношению К женам Негодяй По стилю Одеваться Попугай Он Бомбы Поставлял Для Че Гевары И прочие Подпольные Товары Он КГБ Секретный Генерал На спецзадании Он Не Умирал Вот так С нами был Замечательный Поэт И как выясняется Артист И чудный Собеседник Евгений Евтушенко Спасибо Спасибо Спасибо